Так, купили сегодня, ездили с родителями, они ездили мясо, покупали в город, а я купила рыбу. Это семга, здоровая, смотрите, какая раз ладошка, два ладошка, три мои ладошки. Вышла на 2200 рублей, такая рыбина. Покупали на базе, килограмм стоит 680 или 690 рублей, что-то такое. Рядом там павильонок был, там стоит 850 килограмм, но я урвала за 680. Так, теперь что я сейчас буду ждать, пока подтает, голову отрежу, хвост отрежу, это на суп пущу. Дальше нарежу стейки и посолю, то есть получается у нас запекание, возможно Новый год запеку под сыром с огурцами солеными. Вот, и на суп хватит, и на запечь, и посолить, мне кажется, даже два раза. Ну, в общем, посмотрим. Так что, довольна до безумия. Бабушка купила Артему такие вот мюсли, батончики злаковые, но здесь сахара нет, я посмотрела, соль правда есть. Неплохой состав. И еще в светофоре увидели вот такой вот сок, яблочный, гранатовый. На яблочном написано, без добавления сахара, здесь написано, здесь вообще ничего не написано, кстати, просто концентрированный гранатовый сок и вода. Ну, разбавленный, видимо, сок установленный, да, он установленный. Так что, вот, 38 рублей стоило, для пробы решили взять. Вот здесь вот именно, видите, написано, без добавления сахара, здесь ничего не написано. Попробуем, но вряд ли что-то натуральное. Ладно, видели, взяли. Блин, резала рыбу, смотрите. Как нож разломился, я вообще такого первый раз вижу, чтобы металл так вот отломился, вообще я в шоке. Хотя рыбу я режу, она не перемерзшая, нормально, видите, режется хорошо, вообще, прикиньте, сломался нож. Так, ну все, засолила я рыбу, получилось у меня вот две филешки, и это килограмм у меня вышел. У нас неделю назад угостили красной икрой, я надеюсь, доживет эта икра, я ее не ем. Ну, мы немножко съели с Лешкой, до Нового года хотим, чтобы она сохранилась, вот, чтобы на стол бутерброды сделать с красной икрой. Это приехал сосед, там рядом с мамой живет, он в морях дальнего плавания и привез икры. Получается, полбанки, наверное, на вот такой вот, да, сколько из грамм, 750, ну и родителям столько же. Мама убрала в морозилку, а я решила не убирать в морозилку. Вниз на дно налила масло растительное и бумажку сверху, видите, маслом обмакнула и сверху положила, надеюсь, что живы. Та-а-а-а, господи, фу, чихнула. О, что надо говорить, извините. Сегодня встали поздно и у нас обед поздний. Знаете, вот сколько у нас обед? 7 часов. У нас сегодня уха из рыбы, мамин винегрет, хлеб, ну, собственно, и все, нечего. Здесь у меня помидоры, морковка, сметанка и зеленью еще посыпала немножко. Ну, и картошка с пшеном еще, забыла сказать. Так что вот такой вот супец. Хочется горячего зимой. Чего, сынок? Как на улице мороз? Нормально. Нормально? А что не переоделся-то сразу? Я думаю, завтра будет холодно, а в 2 часа тогда выходим. В 2 дня? В 2 часа. Дня? В 2 часа дня, да. Или через 2 часа? В 2 часа дня. А что так поздно-то? После второго же урока Ольга Михайловна писала. Алло, ты, может, что, перепутал? Если не будет, если холодно будет. Он сегодня так не хотел идти в школу утром. Да, Тёма? Так ему неохота было. Он замучился, он за меня выдавливал эти градусы, как будто я погоду устанавливаю. Знаешь, что? Что? Если костюм брать, тогда я должен подниматься в разведе. О, костюм. Ну, если костюм я буду брать. Новогодний, что ли? Ну. Я знаю, кем я буду уже. Кем? Вот, здесь, чем я новогодний буду, вот и всё. Да, ну, зачем? Зачем? Нормальный и так костюм. Ты хочешь этот костюм надеть? Ну. Ну, как он? То есть тоже костюм. Да, ну. Да, ну, нормально. Ну, хочешь, иди, без проблем, ски хочется. То есть два часа дня, там, чтобы второй урок, Ольга Михайловна. Нет. Если холодно будет на улице, два часа. А если не холодно, то после второго урока идёте в ДК. Да, перейдите. Кто-нибудь хочет надевать, тогда они просто красиво надевают, и всё. А ты что будешь надевать? А я надену костюм Курика, и всё. Ну, как хочешь. А я буду сам в школе форме, и всё. А после школы я смотрю домой, и всё. Ну, хорошо. И, может, говорить, что? Что? А ну? Ну? Не зависит. В одной буду ходить, смотрите. Ага, сейчас. На ужин у нас сегодня будет пирог с картофелем и фаршем мясным. Здесь тесто слоёное я раскатала, тоненько картофель порезала, а это осталось у меня. А эти дойки я, наверное, остаток картофеля засушу в микроволновке. Не знаю, может, чипсы получится. Так что вот, там у меня фарш размораживается в микроволновке, вы слышите, наверное, да? Вот, сейчас я сюда фарш накидаю, и потом закрою ещё одной половинкой тесто. Вот оно. Тесто. Сейчас Мёшка уже придёт с работы. Ходим ужином. Слушайте, чипсы классные получаются вообще. Огонь. Правда, перцы много бухнуло. Ммм, Мёшке понравится. Ну всё, пирог готов. Сейчас маслицем смажем, чтобы вкусненький. Плотенчиком закроем. Вкуснятина, надеюсь. Надеюсь, картошка пропеклась, потому что я ни разу такой пирог бы ни разу не стряпала. Лавочка, всё, готова. А вот внутренний с ним непонятно. Маслица что-то не тает. Ну да ладно. Расковыряла пирог. Девочки, картошка пропеклась. Мягкая-мягкая, прям супер. Видите, мясо пропеклось. Так что можно кушать. Всем привет, это я. Всем привет и пока. Что это было сейчас? Ты как быстро переоделась, это Лёша. Супер, греет. Это я, бля. Оп. Поппи. Ай, блядь, поспей. Ай, Борь. Что такая злая эта сфера? В смысле по поппи? Получишь сейчас. А это что такое у нас? Чипсы. Канумэт. Муфуле. Кто? Мушкуле. Ну, ты худеешь, я-то, нет? У меня норма, у тебя ожиление. Ну, я худею. А вкусные такие? Вкусные? Из голодного края, наверное, плохо просто. Обожгла себе руку, смотри. Вверху, да. Витя, ожог у меня. Витя, что я обожгла. Кого-то ты снимаешь-то. Что, вроде, Озборна, блядь. Что, сошел Озборна, я не знаю такое. Дом-2? Не, они там семейство, вроде, Озборна, короче. Сижу в доме и там камеру снимали. Я такое не смотрю. Надо оставать свой суп сам. Блин, горячая тарелка. Что он там дикталка написал? Не знаю, написал вроде, говорит. На два? А-а-а, блин. Кто? На два. Что, опять выгнение сегодня? В смысле, опять? Опять осмотрится. Продолжается. Продолжается. Думаю, ты меня сегодня удивишь. Че? С новым блюдом. Че, ты не новый, а он пирог с картошкой, с мясом. Тебе удивить хотела? Че? Не удивила, что ли? Удивила. Там бумага снизу, алло. Бумага-то не вешет. Нормально, она все удобно. Бумага сомневаешься, не стойная. Бумага-то же дерево. А до чему это помазано? Ничем не помазано. Соль. А? Солью, персом. Вкусно-то че? А мне не понравилось, что ли? Шибко-острые какие-то. Че, где мы там, собачек? Алло-бочек. Че, как пирог? Да, вкусно. Тебе вкусно очень че. Вкусно, да? Мне понравится. Да все нормально, все мне нравится. Слава Богу. Да опять начнешь троллить меня. Ты любишь? Меня троллить. Блин, руку сильно сожгла, прям горит не могу. А печку, пирог вытаскивала? Я просто тебя тренирую. Иди ты, а, тренировщик. Перед ютуб публикой. А, блин, горит-то рука. Молодец. Молодец. Артем, а нормально, я на цели? Артем, а неоновые пары на стекла? Стани ростом, вишневая семерка. Шо, раз, Рома, еду с нами. Что это? Шо, раз, Рома, еду с нами. Артем. Артем. Знаете, что он радуется? Завтра, скорее всего, они не учатся. Завтра у нас минус 37 обещают. Ну, весело. О, смотрите, у нас гирлянда теперь еще висит в коридоре. Леша на балконе, видите, он как одет. На балконе ходит, все закидывали. Прикольно. Все, давай, иди себе там подсоединять. Ну, а что за то классно, идешь так, утром. Двину было сразу в Новый год. Ее не снимать-то дадут. Так, ну вот у Артемки еще гирлянда здесь. Во, красота. Ну, и ладно. Или что? Ну, вообще-то красненькие бы, неплохо было бы. Ну, там красненькие рейнджи уже сразу уторвались. Угу, и что делать? Ничем поить? Я не на работе. Что сделаю? Ну, все. Смотрите, все ганьки мигают. Все, сейчас мы куда-нибудь. Так вот не знаю куда. Может на окно? Или сюда? Стенку. Всем привет. Я в шапке, потому что сейчас я опять ухожу. Артем, кстати, ушел на елку. Вот. А я бегаю тут, туда-сюда. Я с родителем бегала. Относила подарок соседке, потому что она мне тут тоже презентовала. Артем подарок. Мне, ну, мне неудобно уже. Вот. Другу, пацана, подарки делаю. Она унык репу сразу угощала. Так что вот. И Артемка на елку ушел. У него спрашивала, что с собой пойти. Он говорит, не, мама, не надо. Взял с собой костюм. Не знаю, будет он в костюме того или нет. Ну, костюм такой, знаете, которым на Хэллоуин он был. Маска такая. Типа фильм Крик. Сейчас я покажу, что у меня соседка задарила. И что я купила? Значит, смотрите. Забрала у мамы небулайзер. Артемка начал что-то подкашливать. Думаю, быстрее надо ему небулайзер включить. Так, где-то есть мне лекарства. Так. Мама отдала лекарства. И давала тогда. Она только начала болеть тогда. В общем, здесь у меня одна ампулка осталась с водой. Разбавлю, сейчас придет сразу подышать. Вот. Вот. И еще одну упаковку купила. Воды. Натрия хлорида. Вот. Еще 5 мл. Амписочка. И в почтовом ящике была вот такая-то открытка от дедушки. Сыркутска. Так что вот. Сейчас придут, буду показывать. Купила еще, смотрите, малину. Какой она мне рассыпчатую дала-то. Е-мое. Там цельники у них лежали. Ну ладно. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Девочки рассыпала. Малина такая классная. Девчонки вообще просто. 200 рублей стоит литр. На улице продают. Ай, сейчас это собирать придется. Хотя бы, знаете, в кашку закинуть. В какой-нибудь десерт с мороженком. Вкусненько. Она такая, видите, крупная, классная. Так. Соседка задарила ему вот такую вот футболку красивую, зеленого цвета. Прям хэппи нью е. Зеленый цвет. На вагоне такой. В общем, такая прикольная. Хорошая качество такая. Вот. И Артемке еще она презентовала вот такую банку с конфетами в виде копилки. А знаете, мы на Новый год не сдавали в школе деньги на подарки. Вообще все сдавали, но мы не стали сдавать, потому что этих конфет потом куча. Они потом горстями лежат и зубы портят. Но вот все равно кто-нибудь подарит. В общем, вот подарок. Может бабушку подарит. Мало ли. А я решила, сейчас пойду ему куплю мармелад, потому что он по мармеладу прикалывается у меня. Поэтому под елочку или сейчас, не знаю. Я ему мармеладу куплю на 300 рублей. У нас здесь развесной продается. И еще соседка мне подарила вот такой классный полотенце. Смотрите, какое красивое. Вообще просто огонь. С кружевами обалденно. Я кладу на пол, потому что буду стирать. Он такой большой, банный. Видите? Со стирной и по цвету хорошо подходит. В общем, красивое такое. Прямо обалденно с кружевами. У меня такого с кружевами еще полотенца не было. Бледно-бледно. Кремовая, розовая. Красивенькая. Как она держится здесь. На клею, что ли? Или пришита? На клею и пришита еще. В общем, вот. Сейчас побегу, куплю мармелад. Покажу вам. Если найду пакет красивый, пакет запакую. Да под елочку положу. Не знаю, когда сейчас у Лешки спросим. Когда нам. Сейчас ему отдавать или потом. Сейчас они просто после елки пойдут. Им подарки выдадут. Ему-то ничего не выдадут. Он домой пойдет. Без подарка. Смотрите, пустые прилавки с мармеладом. Ничего нету. Одни леденцы остались. У продавца нету обеда. Что делать-то? Ну, вроде в пакетах я вон там вижу, лежит у меня мармелад. Одни ворота таблеток, смотрите. Думаю, взять, может быть, набор для охладителей, напитков. В виде звездочек. Такого-то еще есть. Есть еще, знаете, в виде фруктов вот этих. Смотрите, что нашла. Ситечка для раковина. Улавливает ли волос? Смотрите, какие-то необычные. У нас шишечка. Красивая. Смотрите, какая страшная игрушка. Надеюсь, попсы еще съели. Все равно разберут на подарки, наверное. Ну, такая, чем холодильный, просто ужас. Сегодня Артем, кстати, в школу не пошел. Потому что ночью было минус 33, мороз. Сегодня купила я мармелад. Купила зато упаковку для мармелада, запаковать бантик. И для льда формочки. Не для льда формочки, а вот эти штучки для коктейлей. Я не знаю, как вы, но я обожаю ходить по магазинам. Даже если в очередь, вот эта атмосфера праздничная, просто я не обалдею. Напишите, вам нравится ходить по магазинам, в новогоднем празднике. Потому что даже захожу в канцелярский магазин, там новогодние песни. Ну вот, купила я вот такие дольки вместо звездочек. Мне показалось, что это более с ним поддичь не смотрится. И они как-то, знаете, вот закиньте сразу в бокам, например, да, или в стакан. Две штучки, и уже красиво как-то будут смотреться, нежели эти разноцветные звездочки. И пакетик вот так вот купила, всего 3 рубля и бантик. Итого 6 рублей. Куда мармелад положу. Если уж не будет, то тогда придется так набрать шоколадок, да, всяких мармеладок, обычных бон пари. Бантик привяжу. Тут мороз с снегорочкой. А вчера гирлянду так и не повесили, но зато я тут задекорировала провода телевизорные. Для будущего телевизора провода. Ну, я их мишурой и шарик туда воткнула. Слушайте, так прикольно получать открытки в почтовом ящике. Смотрите, я здесь разглядывала картинку и обратила внимание, что здесь птички. Вот это мы с Лешкой. Вот это Лешка, это я. А вот это Артемка. Видите, здесь домик такой снежный. Я тут накидала приблизительно меню на новогоднюю ночь. Значит, смотрите. Первое, что я буду делать, это, конечно же, закуски. В закуски у меня входит салат, гранатовый браслет. Он будет в форталетках. И выкладывать я буду в виде елочки. Посыплю укропом. Сверху вырежу морковку в виде звездочки. Ну, что-то такое. И сделать я хочу всего лишь 5 штук. Дальше из закуски у меня будет рулет из огурца. Внутри будет творожный сыр, рыба и укроп. Если найду, будут еще помидорки черри на шпажках. Ну, такие канапешки сделаю. Дальше обязательно будут бутерброды с икрой у меня. Либо круглые, либо квадратные. Что там посмотрю, что я найду, батон, либо хлеб белый. И хочу обмакнуть, ну, обмазать вокруг батона, либо хлеба укропом. Маслом сначала, а потом обмакну укроп. И будет так пушисто-красивенько. Сверху творожный сыр, тут я звоню сейчас я. Далее будет колбасная нарезка, тарелка с нарезкой. Значит, буду укладывать колбасы чердовать, листья салата и оливки. Маслины положу на листья салата, а вокруг все в колбасе будет. Колбаса будет докторская, салями, дальше, ну, и мраморная курица, которую я буду предварительно делать. Дальше будет сырная нарезка. Там, значит, у меня с одной, на одной стороне на тарелочке будет мед, с другой стороны будут орехи, сыр, ну, возможно, виноград. На зубочистках все это, на шпажках, чтобы было удобно кушать. Из салатов будет, наверное, оливье и ананас, но я не буду делать много, чтобы это все не тухло, не закисало в холодильнике, чтобы хватило на 31-й и на 1-е число, чтобы не готовить 1-е число уже. Вот, и, собственно, наверное, из салатов все. Ну, а ананас я буду делать без картофеля, потому что картофель у меня здесь будет присутствовать и не нужен. Просто сделаю курицу, ананас, сыр, чеснок, такой салатик. Здесь тоже просто картофель есть. Дальше. Из горячего я буду заранее... Курица, она не горячая получается, а больше как в нарезку входит. Значит, мраморную курицу буду 30 декабря делать. Из горячего будет картофель под сыром, тоненько буду нарезать, с луком, блюди, можно сметаной, можно с майонезом, ну, слоями будем выкладывать. Дальше. И рыба запеченная в духовке. Дальше. Из питья сок, шампанское, виски, кола, лед, это все нужно, у нас все это есть, кроме шампанского и льда, надо будет сделать лед и шампанское докупить. Из фруктов, скорее всего, только мандарины, мы посмотрим. Ну, и десерта, торт, там, чай. Дальше, 29-30, вот я уже написала список, что нужно докупить, потому что все остальное мы с Лешкой уже купили. И приготовить, мне надо будет заранее, 29-30 натереть сыр, заранее, чтобы потом не мучиться не натирать его. Дальше. Приготовить лед и мраморную курицу. И выражу взять картофель, морковь и свеклу. Вот. А, собственно, все есть. Листья, салат и укроп я, наверное, 29-го куплю. Ничего не испортится. Останется, найду черри, куплю. Черри, если нет, так нет. Шампанское, грудь кукуриная, скорее всего, придется еще докупать, потому что у меня ее мало, у меня всего лишь одна, по-моему, осталось. Творожный стыр из фруктов что-то, виноград, мандарины. Дальше хлеб, ну и молоко, это вот сейчас я написала, что докупить. Ну, молоко всегда надо, молоко пьем, кашу варим. Так что напишите, что у вас будет на новогоднем столе, у меня как-то так. Чисто на закусках отрываюсь. Артемка идет. Че, сына? Че, как повеселился? Как? А че? Не весело было? Нет. А че? Будет скилл, сказал, что я сказал, вот и все. Ой, че ты вообще хрипишь? Мужик всегда рассказывал сказку? Ну, это ж хорошо. А чипсы откуда? Это че, новогодние подарки такие? Новогодние. Это че такое за дела такие вообще? Ну, не поняла. Че такое? Порвано, и че? Ну, молодец, порвал что ли? Нет. А почему чипсы с газировкой, я не поняла? А ты где это брал-то? Дальта. Да не ври-ка ты, купил, видать. Купил. Себя решил порадовать, да? Сына, че за беспредел-то? Джингл Белл снасился у нас, что ли, уже? Это Новый год, небось. На Новый год? Угу. А, ну ты это самое, ну давай, раздевайся. Ну че, расскажи, а елка какая была, нормальная? Фигня. Че, елка как? Кто там был на елке? Все были почти. Кто все был-то? Персонажики не были? Дед Мороз и Снегурочки были? Даже Снегурочек не было. Не было, а кто был-то? Смешалики. Дед Мороз и все. Дед Мороз один? Ага. Хороводы, песни танцевали, че делали-то? Костюм не одевал вообще? Или одевал? Вообще не надевал вообще. А кто порвал тебе? Я столько на кистьку надела, кое-как, и все. Кои-как, как глазами прокололи. Тема, это тебе подарок, соседка передала. Давай посмотрим. А вы берёшь? Да. Ой, там милки-вэй, даже сникерсы, ничего себе класс. Там еще футболка красивая, иди посмотри. Померили, подходит, нет по размеру. Должна подойти. Это от дедушки пришло, Мороза с Иркутска. Че, как футболка? Нормально. Нормально? Да. Классная? Зелёненькая. Прочитай открытку, что там написано. Радше, дорогой. Артём, да? Ну, читай. Алексей, Елена и Артём. Стоунгодом. Удачи и радости. Че, ваш нормальный подарок. Че-то давай посмотрим. Мармелад какой-то. Так, гематоген даже, смотри. Вафля. Двадцать пять вместо тридцать пяти или тридцать восемь. Как в рекламе-то? Кракант, батончик, милки-вэй. Вообще, хорошие конфетки, да? Первое слово, съела корова. Это что? Это что-то улыбка. Здесь, наверное, с Тайландом тебе заполнишь. Добрянка, шоколадка. Как миленько, да? Сникет. О, моя любимая вот эта. Да, вот эти тоже. Вот эта тоже вкусная. Хорошая конфетка. Это что? Умный какой-то, самый умный. Нормальный подарок, да? О, это тоже вкусный. А это что за жетончик? Куда-то скидывать надо? Ну, говорила уже. Дыши глубоко. Давай-давай. Артемка, в первую очередь, умял мармелад, потом только на шоколад полез. Ну-ка, Мишка. Покажи Мишку. Это козел. Нет, это баран. Баран, это не козел. Честно, уйдем. Ну-ка, покажи в камеру. А вот, наконец, укусировал. Смотрите. Красивый. Ну-ка, надо откусить, что там утре орех есть. Там воде должен быть в голове у него. Не всегда бывает. Разные бывают начинки. Откуси, покажи. Ну, еще надкуси. Там внутри, может, орех. Какая начинка ореха внутри? Ну-ка. Орех есть? Угу. Ой, точно есть. Смотрите-ка, орех. Вкуснут эти конфеты. Я, кстати, раньше не покупала. Покупала? Нет, ну, покупали. Первый раз мне брат сказал, что это вкусные конфеты. Детский сувенир называют. Самые дорогие. Они 500 с лишним, по-моему, стоят. А потом тоже начали брать. Вкусный шоколад у них молочный. Как в киндере. Я тут разделала мясо. Говядину кусок покупали. Сейчас я вот это дорежу. Это для лагмана. У меня заготовочка. Завтра буду делать лагман. Заморожу. И вот три куска у меня еще осталось. Это я сейчас уберу в заморозку. Морозильник. На Новый год, возможно, один кусочек я запеку. Здесь у нас пекинская капуста, киви, огурец, сыр, виноград темный, хотя можно было зеленый. И сейчас я буду добавлять сюда яйца. Здесь еще, кстати, майонез. И сейчас поделюсь с вами классным лайфхаком, как покрошить яйца. Берете яйца, кладете их в стакан, помещаете. И начинаете вот таким вот образом вот так вот их нарезать. Если вам не нужно там как-то красиво, просто в салат. И нарезаете вот так вот ножичком. Этот лайфхак я узнала, когда мы ездили на юбилей к Лешиному отцу. Вот его сестры показали, как это делать. Тети, получается, Лешкину. И дали. И, во-первых, у вас не летит ничего вокруг, поэтому сейчас к Новому году будете нарезать, если что-то на салат. Вот, пожалуйста, пользуйтесь лайфхаком. Вот мы уже полчаса не можем открыть этого Пепси. Стой. Крутим, вертим. И никак, вы представляете, уже тут все прорезали. Никак не открывается. Не-не-не-не-не-не-не. Не выдумывай, это же не такая. Давай, сына, жми. Давай. Ну не судьба нам сейчас попить, надо папу ждать. Артемка, давай. Сына, давай, давай уже. Ну. Я сама-то не могу, а ты-то точно не откроешься. Точно папу ждать надо И тряпочка не поможет Уже всякое разное И зубами, и тряпочками, и ножиками Ножами вернее Ну никак, сына Не судьба Давай до Нового года оставим Ну куда зубами-то? Сломаешь а зубы и без зубов останешься Ну все, пользуйтесь, лайфхак Вилка Надо просто Открыть кое-где Воздух Ой-ой, сейчас как она стрельнет Стрельнет Нет, тихо-тихо-тихо-тихо Нормалек Все нормально Кстати, 0 калорий написано 0,7 калорий Маме тоже можно Конечно Настырь, конечно, завязана Видите, как расколупали Вилкой Все, давай Ну все, мы сели ужинать с Артемкой двоем Пока папы нету У нас макароны Свинина жареная С перцем и луком Салат, который я вам показала Ну и кола Так что Ваше здоровье, ребята Дзинь Девчонки, постирала вот это полотенце Которое вам показывала Смотрите, что творится Увидите Нитки тут Кругом Просто Такое ощущение, как будто Полотенцу лет 20 уже Смотрите, что творится Я первый раз такое вижу Что полотенца после первой стирки Были в таком виде Увидеть, что это вообще Бантик отвалился Ну, ну, клей бы Бог с ним С этим бантиком Но столько ниток Это жесть Видимо, такое качество Полотенце Такое красивое полотенце Но вид, конечно Я в шоке Просто Ну, видите, что творится С полотенцем Все в затяжках Я проверила стиральную Машинку Барабан Там у меня нет никаких Острых этих Все нормально Я всегда стираю У меня нет такого Что вытаскиваешь полотенце В таком виде Чтобы было Конечно, жалко Красиво было полотенце Съеду Ну, кто знал, да? Ну, такое бывает тоже Огорчение Видите, что творится Это еще я срезала половину Вы не видели, что было сначала Когда я вытащила Видите, что такое Ужас Просто девчонки Интересно, что производство У этого полотенца